Здравствуйте! Здравствуйте! Он за мной идёт! Здравствуйте! Ты попрысишь, да? Здравствуйте! 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 Продолжение следует... 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 И то, то ближе к шее. Артёму скажу спасибо. Туда-сюда. Сколько с меня? Ничего не надо. Что ты начинаешь? Короче, я ему подарил ножик. Подарил ниш. Вот такая версия. Только чуть-чуть короче. Ну ему он понравился. Я новый распечатал сегодня. Меньший, чем этот. И ему он понравился разбирать. У него есть ножик, но вот такой у него. Он когда-то у нас купил вот такой новый. И до сих пор он привез все с ним. Я говорю, на, попробуй этот. Он попробовал. Ну, понравилось ему. Я говорю, да забирай собі. Хай будет тебе от меня подарок. Как я говорю, гроши не берешь. То подарил ему нож. Короче, вот так. А вообще, кому надо, ножи разные в продаже есть. Это мой старый нож. Вот, смотрите, как он риже. Это ему уже очень много. Субтитры сделал. Ну что, сало товсте? Не товсте. Сало, не скажешь, что прям товстючее. Не товсте. Это спина, где самое товсте. Ну, можно взять. И получается, что он же его чекнул один раз. И такую маленькую пролезь сделал. Все хорошо. Зайшло. Все нормально. Он там, он даже и не буянил. Туда-сюда и кердикта и все. Так что, я больше переживал, чем делал на самом деле. Ну, тем не менее, все равно объем здоровый. Я даже бачу, ось сейчас лежит. Як начало, мы только что выбрали два штуки, килограмм по 140, по 150 по объему. Воно ж мы то тут привыкли, как сколько чего лежит. Так, и пробуем. Спину я вам показал. Сейчас покажу подчеревок. Який же подчеревок. Ой. Подчеревок. Покажу вам. Ну, и представляете, если таке сало не дуже толсте, представляете, який получается выход мяса. Він же здоровый, а сало особо, а то там чуть-чуть на спине, ну, на лопатках, а то сантиметр и восемь. Зима так обычная. Так, тут-то тоди. С чего тут начать? Не знаю, вот так и здорово. Ложко. Сейчас сначала тут, а вот край выровняю. Обрезки на шкварке. Ну, все, можно пробовать. Вот так. Ну, я еще не знаю, как по выходу, как по выходу, ну, сколько выйдет по деньгам. А так я могу сказать, вот ему 12 месяцев и 3 дня, там 3 с половиной, ну, 3 дня. Вес получается, 291,700, ну, 292 килограмма, если взять икроу, то 300 железных был. Железных живым весом он был 303, 305, где-то так. По корму выгоднее держать такого, как тюльпана, чем 2 по 6 месяцев. Это однозначно. У тюльпана не было другого старта, у тюльпана не было гровера, у тюльпана не было панканья, поносных ям, отъема и так далее. Тюльпан просто рис и все. Вот и получил. Ну, а по деньгам я тогда уже прикину для себя. То потом скажу. Печеревок с ног сшибательный. Еще тут сколько делов, но все равно я уже трошки заморился. Ну, больше, наверное, нужно переживаться. Как он выйдет, думал, нам же туда наверх его надо, чтобы он дошел. но это же тоже думал, чтобы все же нормально было. Ну, печеревок тоже не дуже толстый. Обычный. Сейчас подсолим его все. Нарезаю печеревок, а слюни течут. Тоже есть уже хочется. Ну, как я вам и обещал, под видео переходьте, смотрите зваживания. Ну, а кто не может перейти, может, аккаунт там не, потому что там будет видео 18+, в кого аккаунт не настроен, что 18+, то я вам и так скажу, что 292 2 килограмма без крови. А сало, да, вообще, можно сказать, белое сало не толстое. Кричавый, мне там сказали, что сало будет сантиметров 10, побачишь. Такого нема. Ну, а это сало, то, что было, получается, над лопатками посередине, между лопатками. ось, бачите, это, наверное, самый толстый сало. Три пальца, четыре. Ну, сало не сальный он, не сальный. Ну, я, что тогда, я тогда Машку убирал, тоже сказал, скажу, как убирали, как убирали, забирали Машку, то они же тоже розрабляли на глазах, то я это все видел. И я тогда еще видел, что они не сальны. Вроде бы, пока вывели свиноматку, она сальна, ну, кажется, на глаз, а начали разбирать, а она вообще там сало, не, наверное, так ей богу. Сейчас даже попробуем чуть-чуть сальца. Вот так. Вот. 12 месяцев и 3 дня сало, как и обречное. Ночи-ка надо хлеб. Ммм, вкусный. Короче, друзья, такие дела. Я все не смогу нарежать, потому что его надо куда-то сдевать. Сейчас будем находить место, цей стил. Загрузим тоже лотками, потому что еще из задков, еще из лопаток, еще половина под черевка. Короче, еще есть что. А это вот смотрите, какая отбивная какая. лопатка. Все горячее, не остыло. Короче, будем этим заниматься. Галяшки здоровья, грудинка, грудинка, наверное, килограмм 8, да? Ну, такая грудинка. Ну, все, просто, всего много. Как начало, такое впечатление, как начало, мы только двух убрали. И сейчас надо разфасовывать. Надо с этим связаться. Так что, кому надо ножи есть, мусаты есть в продаже, все есть. Звоните 095 89 210 38 Вика. Звоните, а она вам расскажет, какие вам надо, для чего, для кого, что, для дома, где, какая шкурочка. Замарился. Так, все, только начало третьего, а уже намарился. Ну, уже все порубали, все этот, сейчас за этим всем надо разфасовывать. То есть, все равно, даже так, что снимать не хотелось, потому что круто, да, крутое, вертие, воно не до сьемок. Ну, а тоже не снять, как я вам потом скажу, не снимайте, в нем было 300 кг. Ну, понятно, что больше половины не поверье, скажу, что ты выдумал, водолага придумает, и так дальше, все нереально. 12 месяцев от народжения 292 килограмма без крови, а с кровью 305, наверное, было бы. 303, 305. Так что, вот такие результаты, если нормальные слинки, вот так ростут. Я довел, эти все 12 месяцев вам показывал, все время рассказывал, готовились до этого дня, как ему будет 12 месяцев, и вот пришел в этот день, я показал, что хотел. Так что, кто там рассказывает, что это нереально, все реально, все полностью реально, хороший корм, хороша генетика, хорошие условия, и оно будет рости. А то рассказывают, там, водолаги перестали рости. Не будем сказать, кто, там, он не кормил этим нашим, и у него рости перестало. То вам еще далеко до таких результатов с вашими супер кормами. Мы по-простому, по-самодельному, и результат зашкаляя. Так что, всем спасибо и всем пока.